Юрий Казаков, Арктур, Гончий пёс. Часть шестая. Как-то раз я шёл с ружьём по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много. В низинах часто попадались бекасы, и охота была лёгкой и радостной. Выбрав пень поудобней, я присела отдохнуть, и когда стих набежавший перед тем лёгкий ветерок и наступил миг чистейшей и задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот тёплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в барах, разносился по всему лесу, настраивая всё на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера. Из глуши сосновых лесов был чист, слаб и далёк. Иногда пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного уже ближе и громче. Я сидел на пне, поворачивая голову, посматривал кругом на жёлтые, засквозившие уже берёзы, на поседевшие мох и далеко видные на нём багряные листья осины. Слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева на близкой сухой гриве, и берёзы, и тесные зелёные ёлки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Вскоре в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур. Так вот, когда пришлось мне услышать его, слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, окололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание. Лес сразу стал пустым и мёртвым. Я как бы видел, как кружит пёс, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному, только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий? Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему. Ни один не пройдёт мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую бурую от конского щевеля луговицу на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушиваясь в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав, луговиной пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шёл немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал по бегу. Следом за лисой он слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол. Как в странном театре промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь. Исчезли, и я опять остался один с тишиной и далёким лаем собаки. Юрий Казаков, Арктур Гончий Пёс, часть седьмая. Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далёкой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нём говорили в деревнях, на пристанях и перевозе. О нём спорили за кружкой бива, сплавщики и рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статьях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им странно, хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора, такой хмурый и настороженный, что никто не осмелился протянуть к нему руку. А доктор, краснеясь и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорчённые, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся. Татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскрёб голову и посмотрел на небо. «Погоды-то ныне, погоды!» Неопределённо начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил. «Не за собачкой ли пришли?» «Да, и как же!» Оживился он и надел шапку. «Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему. А мне вот как нужна собачка. Скоро охота и всё такое. У меня, слышу, у самого есть кончак. Да плохо, дурак, след не держит. И голосу никакого. А ведь это что? Сляпой-то, а! Ведь это уму непостижимо. Как выганивает! Царская собака, вот тигрис святой!» Он повздыхал, высморкался и ушёл в дом. А через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился. «Что ж, отказали вам? Спросил я заранее, зная ответ. И не говори!» Огорчённо воскликнул он. «Ну что ты скажешь? Я с малолетства охотник. Во, видишь, глаз потерял. И сыновья у меня тоже, и всё такое. Нам, слышу, для дела собачка нужна. Для дела? Нет, не даёт. Пятьсот рублей сулил. Цена-то какова, а? И не подходит, не даёт. Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо. Охоты подходят. Собаки нет». Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее. «Она где же помещается у вас?» Как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом. «Уж не украсть ли собачку хотите?» Спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня. «Прости, Господи!» Сказал он и засмеялся. «Ведь так с вами и до греха дойдёшь. А ты думал, ну на что ему собака? Скажи ты вот». Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня. «А голос-то, голос! Понимаешь ты, голос, чистый ключ, я тебе говорю». Потом вернулся, подошёл ко мне и зашептал, подмигивая и косясь из окна дома. «Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник. Продаст он мне её, святой крест продаст. До покрова-то далеко, чего-нибудь придумаем. А ты говоришь, эх». Едва старик ушёл, в сад быстро вышел доктор. «Что он тут вам говорил?» Волновался он. «Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз! Вы заметили? Прямо разбойничий. И откуда он узнал о собаке?» Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела. Седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выпался из-под террасы и, прихрамывая, подошёл к нам. «Арктур», — сказал доктор, — «ты ведь мне никогда не изменишь». Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло к низу. Он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пёс уже изменил ему. Изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Юрий Казаков, Арктур, гончий пёс, часть восьмая. Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец. И разве не заслуживает герой хотя бы только гончий пёс долгой радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно. И гончий пёс рождается, чтобы гнать зверя врага. Гнать за то, что тот не пришёл к человеку и не стал ему другом. Как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пёс не слепой человек, ему никто не поможет. Он одинок в темноте, он бессилен и обречён самой природой, всегда жестокой к слабым. Если он всё-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живёт, что может быть лучше, выше этого. Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить. Август подошёл к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктор. Утром он ушёл в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни ещё через день. Когда друг, который жил с тобой, которого и видел каждый день, и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. Я вспомнил все дни, проведённые с Арктором вместе. Его неуверенность, смущение, его неловкий несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюблённость в хозяина, даже запах его, запах чистой здоровой собаки. Я вспоминал всё это и жалел, что это был не мой пёс, что не я дал ему имя, что не меня он любил, и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал, и вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят, и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слыхал в лесу его лай. Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали. Все лесные сторожки стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пёс. Я не искала Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться. Для этого у него было слишком хорошее чутьё. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб. Но как, где, этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть. А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнил, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо. Коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду. Камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землёй и чернел от дождей. Запахи его никому не были нужны. В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что с молоду не стал охотником.